Коммерсанты приходили сюда провести свое свободное время за игрой в карты и общением с женщинами легкого поведения. Чему верить мы не знаем. Нужно было ходить чинно с прямой спиной и развернутыми плечами. Богатые люди города часто давали деньги. В начале 20 века в Славянске было около десятка учебных заведений. Все они были разного уровня, но большинство из них находилось недалеко друг от друга, рядом со следующей станцией ветки, станцией Банковской. Учебные заведения того времени отличались от современных. Отдельно учились тогда мальчики, отдельно девочки. И даже методы преподавания были другими. Они, кстати, сохранялись даже до 30-40-х годов 20 века. Например, в некоторых школах Славянска в теплое время года занятия проходили на свежем воздухе. Школьные парты выносили в сад, и так проходила учеба. Здание педагогического университета. Раньше здесь была красная гимназия. И по легенде она так называлась, потому что девочки, которые здесь учились, носили униформу красного цвета. Ученицы гимназии одевали светло-красное платье и белые фартуки. С дисциплиной в гимназии было строго. Помимо того, что нельзя было бегать и шуметь, нужно было ходить чинно, с прямой спиной и развернутыми плечами. Дисциплина, прилежание и послушание – основные показатели, по которым оценивалось поведение. Двухэтажное здание, построенное на рубеже 19-20 веков, сейчас отличается высокими массивными колоннами, которые, впрочем, были пристроены гораздо позже. А до 1917 года эта гимназия считалась элитной. Еще одно учебное учреждение, которое дошло до нас практически в первозданном виде, это нынешняя школа номер 5, была построена как комическое училище. Это здание одно из немногих, которое спустя столетия до сих пор используется по назначению. Коммерческое училище называлось не потому, что было платным, а потому, что обучение происходило с уклоном в коммерческую деятельность. Здание по переулку Андреевский, построено в стиле поздний модерн, в начале 20 века здесь располагалась мужская гимназия. Но существует легенда, по которой здесь был первый купеческий клуб. Коммерсанты приходили сюда провести свое свободное время, за игрой в карты и общением с женщинами легкого поведения. Чему верить мы не знаем, как уже когда-то и говорили. Легенды часто противоречат друг другу. В советский период здесь был жилой дом, потом долгое время это здание оставалось закрытым. Уже в 21 веке здесь открылся развлекательный центр и частный исторический музей. В 2014 году здание горело после того, как в него попал снаряд. Выгорело все, в том числе и часть экспонатов музея. В еще одном здании, которое сейчас является памятником архитектуры, в определенный период истории находилась начальная школа. Хотя, по сути, это был доходный дом, он сдавался в аренду, поэтому в разное время здесь находились разные учреждения. Нам известно о нескольких. Это синагога и начальная школа до 1917 года. И в советский период здесь были начальные классы одной из городских школ. Точной даты постройки этого здания мы не знаем. Есть легенда, по которой дом был построен купцом Корякиным, как церковно-приходская школа. Другая легенда гласит, что здание принадлежало священнику Всесвятской церкви, и в нем и была обустроена школа. Сто лет назад купеческое сословие было хорошо развито в Славянске. Город и сейчас называют купеческим. Меценатство тогда было делом престижным. Богатые люди города часто давали деньги на постройку зданий общественного пользования, особенно на учебные учреждения. Отчасти благодаря этому сейчас мы имеем возможность прикоснуться к вековой истории города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова